привет подписчикам и зрителям канала не успеваю прям регулярно снимать и выкладывать ролики и это минус конечно для канала но по-другому не получается дела работа нервы вообще три дня такой напряг был постоянно что-то как-то внепланово и физически и психически усталость какая-то прям ужасная короче говоря море это когда вот только туризм туризм это супер а когда ты живешь работаешь море уже совсем другим кажется ну да ладно вообще эти дни да но я не буду жаловаться рассказывать подробности ну в общем был на прям прям вот со всех фронтов заказали но это кстати уже как бы по теме как сказать по хорватии да и когда ты с этим как бы ну сталкиваешься в жизни хохос поделите прям между лодок плавает короче говоря заказали запчасти для машины и они неделю никак не могли дойти и вот ждем эти запчасти нервничаем спрашиваем фирму которая переслала в чем проблема как ну вот говорит доставка хромает это хп-экспресс известный в хорватии который так очень плохо работала теперь работает еще хуже но в общем они гадну жалуйтесь игре смыслом жаловаться как бы нервотрепка все а толку естественно от этого не будет в общем проходит неделя приходит заказ о интересная здесь была где-то с неделю назад вот эта же сумка полосатой точно на этом месте стояла в чем прикол блин или тут постоянно одни и те же люди с одной и той же сумкой и тупо кто-то забыл метро короче говоря пришел заказ в итоге ну это запчасть и спрашиваем а что такое почему да потому что говорит не работает почти никто из водителей которые были раньше фирме людей ну скажем так по выгоняли или сами по уходили в сложившейся ситуации с вирусом этим и работает на нашей территории всего один доставщик фактически вот такие вот дела но это не только заставка это вообще глобальная проблема с водителями вот посреди какая массовка вот и какие могут быть маски в магазине вообще да ну его нафиг вот такое море а вот реально нафиг это просто какая-то жесть а каких вообще млять простите за выражение может быть мерах разговоры каких-то там двух сантиметров метра млять миллиметра когда тут все один на другом когда срань такая вот это короче разборки были муж и жена в ресторане в итоге все позакрывали вот когда вот муж женой разосрутся да а бизнес у них совместный вот веселуха так веселуха короче говоря ужасного прям не прельщает а я уже говорила да про минусы даже не то что людей много то что все эти люди испражнялись в этом море весь день о боже мой мы вас конечно ждем дорогие туристы но уж рано утром или в следующем месяце с числа с 15 но наше невыносимо просто не пробиться кипит все духота вопли скачки через друг друга это конечно не отдых сегодня поехали в магазин город триквеницу в наш известный конзум ну просто знаете по такой духоте и толпа и народ не охота была в нескольких магазинов потом перебежки делать ну поехали думали выбор будет хоть какой-то в итоге полицай хорошо что их пропустил а то взбили короче говоря в итоге приезжаем магазин цены подняли товар ужасно состоянии все что мы брали из овощей и фруктов гнилое выбор маленький ну это типа говорили знаете как что якобы такой вот был сезон такие проблемы на полях люди не работали будет много ввоза бла-бла-бла-бла-бла в итоге одно и то же что как возили тоннами с одних и тех же мест так и возят вот и ужасного качества конечно тех денег не стоит ну что и здесь толпа и здесь мешки мусора ну не знаю как то это все так отвратительно помните вот этот пляжик я снимала с месяц назад наверное тихо дети рыбку ловили играли звучу как злюка наверное в этих моих комментариях и понятно что море для всех и все хотят отдыхать так далее но вот счастье что у нас есть возможность отдыхать по-другому что мы не резервируем не снимаем не берем место именно сейчас именно в это время когда у нас отпуск или когда мы можем собака испугалась видите овчарка только что меня облизала за ногу хозяин такой поржал чего нам не облизать прикиньте вот тут вот люди да и собаки и люди и все подряд короче люди ухищряются по-разному чтобы место найти то гамак между деревьев натянут то прямо на дороге лежат бедные на бетоне ну чтоб тень найти а хочет там с другой стороны собака какая-то тоже и короче это много у многих смотрю штрафы на машинах уже стоят выписаны короче произошло несколько трагедий в общем вот тут на море у нас же перемена погоды была сильная регулярно эти дни я показывала так немного в ролик вставляла то солнце жара духота вдруг буквально в пять минут сильнейшая буря дождь причем по-разному могла зависит температура и перемена от города до города от места до места и вот произошло несколько трагедии одна как бы не связано с буре там просто иностранец упал и мотором его посекло короче из лодки немец по моему автора была история вроде тоже немцы друзья компания собрались и сняли лодку короче от фирмы причем фирма такая как бы она уже годами работает в этой области вот они поплыли чтобы но скорее всего не с аквалангами а просто на дыхание да вот под воду опускались и короче говоря резко изменилась погода началась буря волны и и все стали быстро выскакивать на лодку эту на корабль что там уже у них было и в общем женщинам молодая 35 лет она подскользнулась прям на глазах матери улетела в море но друзья как бы хотели помочь но тут было несколько факторов во-первых раскачивать во вторых высокие волны в третьих она сама испугалась наглоталась далеко как бы ее унесло и в общем женщину не смогли спасти а фирмы которые даже иску ну фирмы искусные в этой области работающие годами понимаете им в интересах тоже сдать тур тоже поработать прогноз смотрите всегда сами в хорватии реально если говорят что может быть резко изменение погоды но может быть действительно резким и действительно опасным я уже про несколько таких случаев рассказывала